МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Согласны ли вы с тем, что сегодня на самом деле здоровью своему и здоровью детей люди стали уделять больше внимания? Ну, начнем, наверное, с детей, потому что действительно мы понимаем, что в первую очередь любой родитель заботится о своем ребенке так или иначе, потому что он хочет дать ему хорошее образование, дать ему определенный такой посыл к жизни, да? И если нет здоровья, то, соответственно, нет у нас никаких предпосылок для того, чтобы дальше у нас складывались хорошо эти две позиции. Поэтому профилактические мероприятия, они больше нацелены на детей изначально по России, и они действительно присутствуют. Ну, а вот давайте представим с самого начала. Ребенок появился на свет, и будем говорить сейчас о том, что ребенок здоровый. Вот этот совершенный механизм, который подарила природа, хотелось бы сохранить на долгие годы. Но насколько это на самом деле возможно? Каждый ребенок, он существует отдельно сам по себе, как такой индивидуум, но тем не менее накладываются обстоятельства окружающей среды, и в том числе есть какие-то наследственные факторы. Соответственно, вот первый этап, когда нам необходимо определить вообще, на что способен этот ребенок в жизни. Поэтому вот первый специалист, который, так скажем, наблюдает ребенка в первые недели жизни, это неонатолог, специалист, ну, в простом народе его называют микропедиатр, который должен оценить различные зоны риска, и в дальнейшем уже определить, какие профилактические мероприятия нужны этому ребенку, либо ему будет достаточно развиваться самостоятельно, и только изредка, так скажем, получать какие-то профилактические мероприятия разовые. Мы делаем спектр ультразвуковых исследований всех, проводим лабораторные исследования, проводим вакцинацию, причем используем вакцины такого достаточно хорошего качества. В основном они все инактивированы, те, которые не несут какого-то риска по осложнениям. То есть блок такой, он достаточно объемный и большой. И здесь необходим тот, кто будет координировать всю эту деятельность для мамы и ребенка. В данном случае это является все-таки педиатр. Педиатр, он звучит как личный доктор. И в этих программах у нас вложено, что каждый педиатр, он имеет телефонную связь с пациентами, то есть круглосуточную, у нас организована система дежурного врача. То есть практически в любой ситуации, как экстренной, так и плановой, наши детки не оказываются без внимания, и мамы чувствуют некую такую поддержку. Ой, а мы же мамы такие все беспокойные. Я представляю, бедный доктор, когда посреди ночи несколько звонков, ребенок тяжело дышит, ребенок не так лег. Это оправданно? Действительно, это присутствует. Есть действительно такие ситуации, когда необходимо получить здесь сейчас консультацию. Возможно, там и нет какого-то риска очень активного. Но тем не менее, вот эта моральная поддержка, она действительно очень важна. И тот доктор, который уже знает семью, знает состояние здоровья ребенка, естественно, он может четко сказать те рекомендации, которые нужны. И в данном случае не обязательно, там нужны какие-то медикаментозные вмешательства. Возможно, это просто обыкновенный совет. Возможно, просто успокоить маму, на самом деле. Да, мамину тревожность убрать, и будет все хорошо. И будет все хорошо. Мама будет спокойна, будет знать, что делать дальше. Ну, а вот если вот просто мама, вот у нее малыш здоровый, ничего не беспокоит. Ну, зачем ходить в поликлинику? Ну, зачем сдавать бесконечные эти анализы? Все же спокойно. Вот вы сами. Профилактически все равно нужно ребенка наблюдать для того, чтобы убедиться и знать, да, все хорошо, все нормально, ребенок нормально развивается. То есть вы наблюдаете и ходите. Ну, в любом случае, блок вакцинации мы обойти не можем. И вот конкретно мой ребенок, которому сейчас 11 лет, он прошел этапы как вакцинации, так и забора там анализов. И могу сказать, что вот обратная связь от того человечка, который близок непосредственно мне, что он не боится приходить в тот кабинет, потому что он знает, что после этой безболезненной манипуляции, потому что действительно у нас там есть одноразовые материалы, иголочки, которые там такие малипусерные, соответственно, в дальнейшем ребенок не чувствует вот это вот на какой-то нагрузке эмоциональной. Плюс мы даем определенный как бы стимул, то есть психологический заклад. У нас есть такие маленькие подарочки стимулирующие, которые дают возможность как бы ребенку почувствовать, почувствовать, что в общем-то в конце этой манипуляции все-таки будет что-то приятное, которое он в дальнейшем и несет домой. То есть это тоже, в общем-то, очень важно. И дети становятся фанатами премьев. И детки с удовольствием идут в поликлинику. В поликлинике достаточно много развлечений пока ожидают дети с мамой своей очереди. И я по себе сужу. У меня ребенок, когда был маленький, перед тем, как пойти в поликлинику, первое, что они мне говорили, вот мы там на машинке поиграем, там такие игрушки, когда мы пойдем в поликлинику. Ну давайте не будем голословными, посмотрим сейчас вместе с нашими зрителями сюжет. Детская поликлиника ИДК – это особый мир. Любой из маленьких посетителей может здесь найти себе клуб по интересам. А родители быстро и комфортно получить услугу, необходимую ребенку. Здесь не принято сидеть в очереди, зато принято оказывать маленьким пациентам большое внимание. Прививки оберегают ребенка с момента появления на свет и сопровождают, пока не окрепнет. В поликлинике ИДК вакцинация относится серьезно. Только здесь, в прививочном кабинете, обязательно присутствует врач. Он контролирует процессы и оценивает состояние малыша на следующий день. Мы их, естественно, отвлекаем, особенно в этом кабинете, поэтому у нас такие яркие картинки. Разговариваем о мультфильмах, пока Катя готовит вакцинацию. Естественно, отвлекаем малыша, чтобы это не было таким большим для него стрессом. В детской поликлинике ИДК можно не опасаться за здоровье детей, которые пришли на профилактику. Для пациентов с инфекционными заболеваниями существует специальный бокс. В каждом кабинете много игрушек. Но будьте спокойны, ваш ребенок возьмет лишь те, что прошли санобработку. Любая процедура организована безболезненно и в игровой форме. Молодец. Чтобы ребенок рос и полноценно развивался, необходим чуткий надзор врача. Не лечить болезни, а с детства их предупреждать. Именно такую задачу ставят специалисты поликлиники. Каждая мама знает, как тяжело пройти комплексное обследование с малышом. Но только не в ИДК. Специалистами разработана специальная абонементная программа. Ребенок прикрепляется к одному доктору-педиатру, который знает этого малыша, знает его особенности, следит за его развитием, помогает во время заболеваний и назначает, соответственно, если необходимо, тех или иных узких специалистов, которые в том числе должны посмотреть ребенка. Узких специалистов не нужно искать по больницам. Все они ведут прием в поликлинике. Хирург, иммунолог, лор, логопед, пульмонолог и даже психолог. Достаточно одного звонка в колл-центр, и администратор составит удобную программу посещения их одного с другим. Вопросы лечащему врачу родители могут задать по телефону круглосуточно. Не случайно такую программу выбирают для второго и последующих детей. Ну, во-первых, это очень удобно. Тем, что мы записываем детей, приходим к определенному времени, сидим в очереди. Очень удобна лаборатория, так как ребенку сдают кровь в любое время, безболезненно, дают игрушку, дети всегда очень довольны. Болезнь не выбирает время, поэтому детская поликлиника работает без праздничных и выходных дней. К больному ребенку врач выезжает на дом. Дарить малышам любовь и заботу – в этом задача всей организации и работы учреждения. Знаете, такое ощущение, что смотришь фильм «Поликлиника будущего». То есть это, в общем-то, то, о чем все мечтают, и то, что не всегда можно получить. Мы, конечно, понимаем, что в первую очередь мы ставим в главу угла – это качество медицинской помощи. Поэтому, в общем-то, специалисты, которые собраны у нас, они действительно имеют опыт работы не менее 10 лет. Это очень важно, потому что здесь накапливаются клинические опыты, и, в общем-то, есть возможность уже оценивать состояние здоровья. Здоровье действительно в комплексе и не делать каких-то ошибок. Плюс у нас как бы все специалисты, которые приняты у нас, мы стремимся совершенствоваться, обучаться. Поэтому часть специалистов, они прошли обучение такое по, так скажем, внутреннему совместительству, чтобы мы могли участвовать в приемах. Это как раз специалисты – гастроэнтеролог, пульмонолог, аллерголог. То есть специалисты, они являются как педиатрами, так и еще могут вести вот такой вот прием по определенной специализации. Здесь это тоже выбор каждого врача, потому что каждому было интересно работать в какой-то определенной узкой специальности. Но это расширяет возможности для наших пациентов. И плюс у нас есть уникальные специалисты, которые, так скажем, у нас могут проводить приемы консультативные, но сами они являются в других клиниках оперирующими хирургами, ортопедами. То есть это тоже уникальность определенная, потому что есть чудесный специалист-хирург-ортопед Пирогова Наталья Владимировна, которой очень сложно попасть, так скажем, вообще по городу. Она ведет очень активно у нас консультации и действительно специалист высокого класса. То же самое можно сказать о специалисте, детском урологе, который тоже является оперирующим. То есть он не просто отстранен, он занимается только консультативной работой, но видит проблему здесь и сейчас. И в дальнейшем ее может решить в другом лечебном учреждении по тем услугам, которые мы не предоставляем. Ну а возможно, все-таки вот вся семья, предположим, усиленно заботится о здоровье ребенка, занимается профилактикой, растет его, но тем самым не думая о себе, да? Все заняты ребенком. А ведь это же микромир такой семья, да? Как правильнее все-таки в данной ситуации устраивать? Ну мы, наверное, можем сказать, что вот в связи с этим возникла у нас такая идея создания определенного наблюдения по такому договору, называемому семейное здоровье. Почему? Потому что только занимаясь профилактикой ребенка и леча ребенка, в общем-то мы не всегда достигаем того эффекта, которого мы хотим. Почему? Потому что кто-то может быть нездоров в семье взрослых, там бабушки, дедушки, мама, папа. Они могут просто быть носителями каких-то инфекций, в итоге наша борьба просто не увенчается успехом, если мы не будем смотреть вот так вот более широко. И несмотря на то, что педиатр как бы уже является таким семейным личным доктором, но есть специфика по наблюдению взрослых, естественно, мы не можем уже влиять на нее активно. Здесь нам помогают как раз специалисты нашей компании, поликлинического центра, потому что мы можем совместно с ними наблюдать по этой программе и взрослых. И, соответственно, уже более эффективно влиять на здоровье всей семьи. Ну, наверное, Владимир Владимирович расскажет. Ну, а вот вы представители детской и взрослых, скажем так, поликлиники. Да, у нас вот этот договор, он распространяется и на детскую поликлинику, и на взрослую. И, как говорится, если здоровая семья, то, соответственно, здоровый и счастлив в этой семье ребенок. И чем удобно в этой программе могут участвовать и родители ребенка, и родители родителей, то есть бабушки и дедушки. И все это в стенах одного учреждения, и при необходимости мы всегда можем контактировать. У нас есть преемственность взрослых врачей с педиатрами. И мы можем не только лечить, но и наблюдать профилактически тех же мам, пап и взрослое население. В поликлинике у нас достаточно много врачей различных специальностей. Это как стандартно и терапевты, и неврологи, и хирурги есть узкие специальности. У нас работают два чудесных эндокринолога. Одного вы увидите в сюжете. Это Кандаева Наталья Викторовна, которая занимается суточным мониторированием глюкозы и ведением беременных женщин. И работает Барзакова Ирина Петровна, которую даже рекламировать не стоит. Ее знает вся Самара. Очень опытный врач, которая работала много лет в стационаре, которая вела очень тяжелых пациентов и очень тяжелых беременных женщин с эндокринной патологией. Есть у нас ревматолог. Это совершенно уникальная специальность. Таких специалистов достаточно мало в Самаре. Есть у нас генетик при необходимости. Если семья планирует пополнение, то есть мы можем с этим врачом... Да, с вашим генетиком мы даже уже знакомы, встречались здесь в программе. Контактировать этих специалистов вообще единицы. И у нас достаточно много врачей-совместителей, которые являются по основному месту работы и доцентами разных кафедр, и имеют ученые звания и степени. То есть это очень осознанный подход к выбору персонала. У нас ведут прием. Да, персонал у нас очень высококвалифицированный. Мы при наборе персонала за этим следим, тщательно отбираем. Все врачи у нас обучаются регулярно. То есть и квалификацию повышают, и конференции посещают. То есть это очень большой плюс для тех пациентов, которые у нас наблюдаются. Вы знаете, вот сегодня буквально услышала по телевидению, что Минздрав наш российский собирается сделать акцент на создании этического кодекса медработников. Думаете ли вы... Очень интересно, общество созрело к этому. У нас, например, в компании этот кодекс уже давно ведет, ну, не знаю сколько, да, больше, наверное, 6-7 лет разработаны... Это разработанные документы, это не просто документы, это действительно стиль работы, стиль жизни компании. То есть все честны между собой, все друг друга уважают, уважают пациента, уважают специалистов вне нашей компании. То есть это такая политика, которая должна, ну да, в масштабе страны должна быть принята. В итоге это все будет все-таки на благо пациента, потому что если мы наблюдаем только отстраненно в одной клинике, да, там, человека или ребенка, в другой клинике и нет вот этой вот преемственности, то в итоге, в общем-то, и пациент бывает просто потерян сам для себя, потому что он не понимает, куда ему двигаться и что его ждет. И результаты тоже не получаем. Когда, в общем-то, мы выполняем вот эти вот некие рекомендации, которые внутри нас у всех уже сидят, то, соответственно, в общем-то, мы и видим, что пациенты, они у нас очень грамотные. Когда они приходят от нас в другую клинику, то, в общем-то, доктора говорят, что уже не нужно их там обучать каким-то методикам определенным. То есть они действительно нацелены на определенную профилактику и лечение, если это необходимо. То есть вы не работаете независимо друг от друга? У вас свои пациенты? Нет, конечно. Нет, это все-таки такой единый организм. Нет, если у пациента выявляется какая-то сопутствующая патология или возникают какие-то вопросы, мы, как говорится, из рук в руки передаем пациенту другому врачу, мы обсуждаем эти моменты, что нас тревожит, что нужно сделать, если лечение назначается. Опять же, мы совместно обсуждаем это лечение. Получается, что пациент как бы... Есть необходимость у нескольких врачей лечиться, он лечится у нескольких, но решение принимается коллегиально. Для пациента очень важно. Давайте пойдем на экскурсию к вам, Марина Вадимовна. Легко найти, удобно подъехать, приятно посетить. Забота о пациентах чувствуется еще на подступах к поликлиническому центру «Мать и дитя» и «ДК». С первых минут понятно, что вам здесь рады. Задать вопрос, получить направление к врачу, на это уходят минуты. В поликлинике работают шесть окон администраторов на первом и третьем этажах. Какое свободно, видно на мониторе. В молодости мало кто готов тратить время на профилактическое обследование. А ведь вовремя не выявлены и факторы риска – угроза серьезных последствий. Специалисты поликлинического центра «Мать и дитя» и «ДК» дорожат временем своих пациентов. Поэтому здесь была разработана специальная программа обследования за один день. Быстро и в одном месте можно сдать необходимые анализы и спокойно пройти прием врача-терапевта. На одного пациента доктор отводит не менее получаса. Оценив состояние здоровья по осмотру пациента, врач может определить, на что нужно обратить внимание, какие дополнительные, может быть, обследования рекомендовать, назначить лечение и дать уже рекомендации по сохранению его здоровья. Услуги врача-ревматолога пользуются огромным спросом. Это связано с большим количеством соответствующих болезней и высокой степенью распространенности. Безопасность и достоверность, одноразовые материалы, гарантия заботы о пациенте в поликлиническом центре. Сухой холод два раза в день на 15 минут через тонкую ткань и прием нестероидных противовоспалительных по назначению. Все специалисты центра являются опытными диагностами и строго соблюдают международные стандарты лечения. С наступлением лета забот прибавляется у онколога. Вот эта родинка у вас за последнее время подросла? Нет, вы смотрите, отмечается? Мне кажется, да, но это немножко увеличилось. С помощью дерматоскопа удается контролировать любые новообразования на коже. Специальная программа увеличивает изображение в 10 раз. И все же основной заботой остается профилактика. Если после приезда или частого посещения солярия какая-то родинка вдруг изменилась, стал расти, потерял четкость, появились неприятные ощущения, появились мелкие родинки вокруг, то обязательно нужно показаться специалисту. Под особым контролем врачей щитовидная железа. Обследовать ее и получить рекомендации можно всего за один день. В поликлиническом центре МАТИ ДТА и ДК используют уникальный метод контроля над сахарным диабетом – круглосуточное мониторирование глюкозы. Сенсор позволяет измерять глюкозу каждые 5 минут. То есть за сутки получается 288 измерений. Причем и в дневное, и в ночное время. То есть в то время, когда обычно пациент не измеряет самостоятельно сахар крови. Точные измерения позволяют эффективно подобрать сахароснижающую терапию и избежать осложнений при сахарном диабете. В поликлинический центр МАТИ ДТА и ДК работает в выходные и праздничные дни. Врачи выезжают к больному на дом. В знак заботы о пациентах и их семьях разработана удобная программа «Семейное здоровье». Об этой программе «Семейное здоровье» мы с вами немножко начали говорить, но давайте сейчас все-таки сделаем на ней акцент. Очень хочется понять, что это такое, что это за программа? Это программа, в которой рассчитано, что будет участвовать вся семья, и дети, и родственники. Она не оформляется на какое-то одно лицо, она оформляется на всю семью. И вы можете подключать любых родственников. Программа депозитная. То есть вносится средство на депозит, и по мере необходимости вы, когда обращаетесь к врачу с депозита, часть денег за данную услугу списывается. Если вы хотите, допустим, подключить еще кого-то, то есть это возможно в этот договор. И чем хорошо, что все наблюдаются вместе в одной клинике, очень удобно. И, соответственно, домой может приехать врачи-то все сюда входят. Естественно, у нас на дом выезжают, и педиатры выезжают, и у нас выезжают, кроме терапевтов, и узкие специалисты. У нас и эндокринологи, и онкологи выезжают на дом. И уролог, и невролог. То есть врачей этих специальностей, ревматолог, можно вызвать на дом, предварительно оформив вызов. Все для пациента. По абонементу имеется в виду, что все-таки там более четкий контакт. По абонементу, да, есть ведущий врач, который, собственно, отвечает за всю семью. Это, помните, как раньше был, земский врач. Вот я хотела поговорить, вот это вот понятие семейного врача. Семейный врач, он знает всю семью. И также в абонементе есть врач, который ведет всю семью, а узкие специалисты при необходимости, они уже подключаются в зависимости от того, что нужно. И семья имеет постоянный контакт с врачом-педиатром по деткам и с врачом-терапевтом по взрослым. Ну, то есть когда человек приходит к врачу, ему не нужно, врачу не нужно, во-первых, листать там тома медицинской карточки, они же в курсе здоровья, да? Да, он в курсе всех событий. И правильно ли я понимаю, что, например, педиатр, зная уже семью, имея информацию от коллег-терапевтов, да, он может понимать, почему те или иные вещи случаются с ребенком? То есть есть ли что-то на генетическом уровне, что-то наследственное? Ну, это изначально и включает как бы первичный осмотр педиатра, он складывается из многих аспектов, то есть там изучается полностью так называемый медицинский термин анамнез, то есть мы изучаем, как он родился, какие, так скажем, были предпосылки до этого, то есть как протекала беременность. То есть это очень важно как раз для прогнозирования вот этих всех моментов по рискам и по возможности развитию заболеваний. То есть не всегда же заболевание может развиться, если мы правильно будем проводить профилактику, если мы будем предупреждены, и будет предупреждена та же мама, что нужно делать вот так, а не иначе, то, соответственно, это, ну, дает хороший результат. Вот. Действительно не будет ухудшения состояния здоровья у ребенка. Есть пациенты, которым лень тратить время на обследование, на походы в поликлинику и так далее. Но есть же и другая крайность, когда человек просто бесконечно сдает анализы, проходит обследование, думая, что вот тем самым он избежит каких-то неприятностей. Вот что с этим делать? Ну, в нашей системе немножечко как бы так все это адаптировано в плане чего? Что все-таки наполнение этой программы, оно не подразумевает бесконтрольное посещение там специалистов, а есть определенные стандарты, которыми мы руководствуемся. В основном это все-таки документы Министерства здравоохранения, которые, в общем-то, подразумевают в каждый декретированный срок, то есть возрастной срок там по ребенку, если это звучит, наблюдение тех или иных специалистов и обследование. То есть бесконечные сдачи анализов, они тоже не нужны и, в общем-то, нету такой необходимости. И, соответственно, доктор тоже это все анализирует и как бы четко говорит о том, что нужно здесь сейчас сделать. Да, действительно, мы встречаемся, когда пациенты хотят сделать все, то есть, говорит, вот изберите вот по анализам вот все, что возможно. Здесь есть определенные даже ограничения по детям, что нельзя взять большое количество крови на там все исследования. То есть есть необходимость сначала стартового обследования и далее по необходимости другого. То есть это тоже необходимо разъяснять и объяснять. Ну, а вот вы, возвращаясь к тому, что доктор тоже человек, вы-то сами выполняете свои рекомендации, проходите обследование регулярно? Конечно, конечно. Ну, кроме того, что у нас регулярно, как принято по приказам, по нормам, все сотрудники проходят профосмотр ежегодный. Кроме этого, всегда есть какие-то вопросы по своему здоровью и профилактически все сотрудники, ну, большая часть обследуются профилактически. Есть критерии возрастные, когда, допустим, нужно определенные обследования проходить, допустим, женщины после 40 лет должны проходить УЗИ молочной железы раз в году, должны сдавать анализ крови на сахар. У мужчины есть обследование, допустим, анализ крови на ПСА для того, чтобы заранее узнать, есть тенденция к раковым заболеваниям. Ну, в общем, есть моменты, на которые нужно внимание обращать, независимо от того, как ты себя чувствуешь. Сейчас вот в обществе вы обратили внимание, тенденция к тому, что модно быть здоровым. Большая часть ходит в спортзалы, большая часть не курит, ведет здоровый образ жизни. То есть это модно, и эти же люди, они следят за своим здоровьем. И если человек приходит профилактически в поликлинику, ну, элементарно сдать анализ крови в стандартные общие, там, биохимию, электрокардиограмму, терапевт посмотрит, если нет никаких вопросов, если все хорошо. Ну, все хорошо, человек живет спокойно до следующего года, в следующем году может прийти, если есть необходимость. Если заболел, пришел, мы ему помогли. И у нас есть программы для тех, кто экономит свое время и хочет быстро обследоваться, есть программы обследования за деньги. То есть, буквально потратив 3-4 часа, можно сдать анализы, посетить врач? Да, да, есть, хотите, расширенные программы, если есть какие-то проблемы со здоровьем. У нас есть узкоспециализированные программы, допустим, человек знает, что у него проблемы со щитовидной железой, он один раз в году обследуется. У нас есть коротенькая программа обследования щитовидной железы за один день. То есть, вы тратите 2 часа времени, у вас нет лишних визитов к врачу, вы пришли, сдали анализы, сделали УЗИ, тут же вы попали к эндокринологу и по этим результатам получили заключение. Ну, фантастично все это звучит, потому что, в общем, в понимании прийти к поликлинику и сдавать анализы, это ужас ужасный. Сидеть в очередях. Ну, фантастично. Да, все реально. На самом деле, может быть, наше общество еще не дошло до таких позиций. В общем-то, вот информация такая была на конференции, буквально коллеги из Швейцарии приезжали и сказали, что у них, в общем-то, есть такая мотивация у населения, что если человек сам, его дети посещают фитнес-клубы, то 50% той суммы, которую они затрачивают на вот эти занятия, она возвращается им государством. То есть, государство заинтересовано в тех программах по оздоровлению, в принципе, да. Поэтому, в общем-то, мы тоже должны понимать, у нас вот тоже есть моменты какие, которые нас отличают от других клиник. Вот эти вот договора, которые мы обсуждали сейчас, они имеют такую специфику. То есть, да, есть определенная финансовая составляющая, но если эти средства не будут истрачены до окончания договора, то они не исчезают, не сгорают, как вот там в других клиниках. Они депозируют, ну, в качестве депозита переходят на следующий год, и, соответственно, центр может получить какие-то услуги вот на эту сумму. То есть, это тоже очень важно, чтобы… И очень выгодно быть здоровым в течение этого времени и не использовать эти средства. Ну, на самом деле, если считать, сколько мы тратим средств на витаминки, там, капельки, в общем, ну, страшное дело в аптеке, конечно. Вы подумайте, сколько тратится денег, вот, допустим, семья пошла развлекаться в Крэзи Парк, да, какая-то сумма. Вы захотели себе модельную стрижку, какая-то сумма. На самом деле, медицинские услуги, они все-таки, они приемлемы, и они находятся в этом же диапазоне, но пользы от них гораздо больше. То есть, когда вы следите за своим здоровьем, у вас есть шанс быть бодрее, у вас есть шанс жить дольше. Сейчас профилактически, никому не секрет, направлено, как бы, воспитание населения на то, что профилактика, она важнее, чем потом лечение заболевания, которое уже состоялось. То есть, это большей частью касается инфарктов, инсультов. Да, все мы знаем простатин, о которых раньше никто не знал, и все знают, что если вы следите за своим холестерином, за своим давлением, то, соответственно, у вас инфаркты, инсульты, либо их не будет, либо они отодвигаются. То есть, риски снижаются, вы живете дольше и более качественно. Одним словом, все просто, и несмотря на ваш арсенал оборудования специалистов, вы все-таки, тем не менее, делаете акцент на то, чтобы не доводить до того, чтобы к специалистам обращаться. Акцент на профилактику, он всегда делается. Всегда. Спасибо огромное за то, что пришли к нам сюда в студию. Здоровье – это единственная вещь, которую невозможно купить ни за какие деньги. И сегодня у вас все отлично, все, вы здоровы, это замечательно. Хотите идти дальше и видеть свою семью в отличном состоянии и здоровье, ну тогда интересуйтесь возможностями его сохранения. Это очень важно. Будьте здоровы. Спасибо. 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 Спасибо.